Замкнутый круг почему экономический спад в США может начаться до президентских выборов 2020 года 22 сентября 2019 года, 11.34 Владимир Цыгоев Большинство финансовых директоров ведущих кампаний мира прогнозируют наступление рецессии в США к концу 2020 года Мощный спад в экономике может начаться уже до следующих президентских выборов И эксперты все больше критикуют Дональда Трампа Торговые войны ударили по кошельку американского бизнеса, а налоговая реформа не смогла увеличить доходы населения, отмечают аналитики При этом растущие газдолки и дефицит бюджета требуют новых денежных вливаний Федрезерв США, аналог Центробанка, уже готов включить печатный станок Но это решение может еще глубже загнать экономику страны в долговую яму, полагают специалисты Финансовые директора ведущих кампаний мира прогнозируют, что во второй половине 2020 года в США наступит экономический спад Об этом говорится в исследовании перспективы глобального бизнеса американского университета Дьюка Из 500 опрошенных финдиректоров 53% ожидают наступления рецессии в Соединенных Штатах до следующих президентских выборов в стране В ноябре 2020 года При этом 67% респондентов говорят об экономическом спаде к концу 2020 Как отмечают авторы документа, индекс делового оптимизма в США опустился до трехлетнего минимума и составил 63 пункта В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать еще в сентябре 2016 года При этом руководитель исследования Джон Грэм отметил, что низкий уровень делового оптимизма во всех других регионах мира лишь усугубляет любое замедление экономики США Также по теме Рабочий застой, что вызвало первую за 10 лет стагнацию американской промышленности фондовые рынки Азии и США пытаются восстановиться после обвала последних дней Инвесторы всерьез озабочены новым витком торговой войны Главный аналитик ЦАФТ Антон Быков в разговоре с RT прокомментировал результаты опубликованного исследования и пояснил, что сейчас в экономике США завершается очередной бизнес-цикл продолжительностью 8-12 лет Предыдущая рецессия произошла в 2007-2009 годах с началом ипотечного кризиса А до этого, в 2000-2001 годах, после краха пузыря доткомов, компаний, бизнес-модель которых построена исключительно на работе в интернете Сейчас мы видим снижение деловой активности и в производстве, и в сфере услуг Замедляется рост объемов розничных продаж, особенно в автомобильной отрасли Ухудшение происходит и в строительном секторе, падает качество обслуживания ипотечных займов, и снижаются капитальные вложения бизнеса, добавил Быков В свою очередь, директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев в беседе с RT, отметил, что экономическую ситуацию в США осложняет рост дефицита бюджета С начала 2019 года отрицательная разница между доходами и расходами американской казны выросла до 1,07 доллара ТРЛН, 4,5% ВВП США Нагрузку на бюджет усиливает необходимость обеспечивать крупнейший в истории страны газдолг, 22,50 доллара ТРЛН, который может привести к разрастанию дефицита Именно поэтому еще в июле эксперты Американского центра двухпартийной политики не исключили возможности наступления первого за 40 лет дефолта в США Поиск баланса, как может измениться курс доллара США до конца года В четверг, 19 сентября, рубль подорожал на торгах московской биржи Эксперты объясняют это ослаблением доллара на мировом рынке Любопытно, что сами специалисты из университета Дьюка объяснили замедление американской экономики в том числе и сокращением числа квалифицированной рабочей силы в стране По мнению опрошенных А.Т. аналитиков, ситуация на рынке труда США также связана с торговым противостоянием Увеличивая пошлины на китайские товары, правительство США одновременно усложняет жизнь и американским потребителям Цены на товары растут, из-за чего спрос населения слабеет Ситуация негативная влияет и на создание рабочих мест Компании нерешительно нанимают новых сотрудников, особенно высококвалифицированных На фоне сомнений в росте продаж, объяснила Арсений Дадашев Деловой подход Риск рецессии аналитики связывают и с внутренней экономической политикой В первую очередь речь идет о налоговой реформе Дональда Трампа Еще во время президентской гонки 2016 года Трамп обещал ослабить налоговую нагрузку на бизнес в случае своей победы на выборах В конце 2017 глава Белого дома подписал закон о снижении налога на прибыль для американских компаний с 35% до 21% Как ожидалось, эта мера должна была стать одним из драйверов роста экономики По замыслу Трампа, после сокращения налогов компании начали бы получать больше прибыли и увеличивать зарплату своим сотрудникам Рост доходов рабочего класса должен был усилить экономическую активность в стране Внутренний раскол Угроза рецессии вынуждает международных инвесторов прислушиваться к каждому заявлению и решению топ-менеджмента Федеральной резервной системы США Выполняющей функции Центробанка страны Эксперт компании Международный финансовый центр Владимир Рожанковский в беседе S.R.T. подчеркнул, что участники финансового рынка рассчитывают на продолжительное снижение процентных ставок ФРС Также по теме Торговая уступка Как Китай пытается защитить мировую экономику от рецессии и фондовые рынки США и Азии показывают существенный рост после относительного ослабления Америка на китайской торговой войне Тарифный Такую меру Федрезерв использовал в 2008 году во время мирового финансового кризиса для стимулирования экономики, кредиты стали дешевле, а уровень потребления и объемы капиталовложений начали расти В 2018 году ФРС четыре раза повышала базовую ставку При этом Дональд Трамп неоднократно критиковал действия регулятора и лично его главу Джерома Пауэлла По мнению президента США, экономическое положение страны не требовало такого ужесточения монетарной политики После обвинений Трампа и возникших опасений экономического спада топ-менеджмент ФРС сменил тактику и дважды снизил ставку в июле и сентябре По данным Чикагской товарной биржи CME Group, рынки с вероятностью 60% прогнозируют еще одно снижение до конца года Но сейчас в руководстве ФРС нет единства по поводу перспектив американской экономики Из 17 топ-менеджеров Федрезерва 7 выступают за еще одно снижение ставки до конца года, 5 ждут сохранения текущего уровня, а еще 5 считают необходимым вновь повысить ставку За счет снижения ставок ФРС стимулирует кредитование Но в текущих условиях компании просто загоняют себя в долговую яму, из которой практически невозможно выбраться В результате еще больше растет государственный долг и увеличивается дефицит бюджета, подчеркнул в беседе S.A.T. директор офиса продаж БКС брокер Вячеслав Абрамов Пустой карман в сентябре инвесторы обратили внимание на новый тревожный сигнал для экономики США Американские банки столкнулись с нехваткой свободных денег Как объяснил А.Т. главный валютный стратег Саксо Бэнк Джон Харди, в экономике такое явление называют кризисом ликвидности Для покрытия дефицита бюджета Соединенных Штатов объемом более 1 доллар ТРЛН Минфин страны выпускает специальные казначейские облигации, трежерис Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход Другими словами, держатели трежерис предоставляют свои деньги в долг американской экономики Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита По словам Харди, за последнее время иностранцы стали реже покупать трежерис, поэтому американским банкам пришлось самим активнее приобретать газоблигации В результате резервы кредитных организаций начали постепенно истощаться, и 16 сентября, в разгар уплаты налогов, банкам не хватило денег на покупку казначейских бумаг В ситуацию незамедлительно вмешалась ФРС США По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, 16 и 17 сентября регулятор напечатал 128,2 миллиарда долларов и экстренно влил средства в финансовую систему В последний раз Федрезерв прибегал к такой мере еще в 2008 году, во время мирового финансового кризиса Поскольку иностранцы и зарубежные центральные банки больше не наращивают свои резервы в тех же объемах, что и раньше, дефицит должен финансироваться за счет американских вкладчиков и банков Появление кризиса ликвидности на этой неделе и необходимость вмешательства ФРС показали, что системе становится все труднее погашать бюджетный дефицит Заключил Харди